В Ненинском аграрно-экономическом техникуме сегодня было жарко. На учебной кухне три пары рук одновременно готовили холодные закуски, горячее и десерт. Пир горой устроили не просто так. Сегодня стартовал первый день чемпионата молодых специалистов WorldSkill Russia. В компетенции поварское дело на протяжении нескольких дней будут состязаться 12 человек. Первые кулинарные шедевры были готовы уже к 12 дня. Что подавали конкурсанты на суд экспертов, увидела наша съемочная группа. Конкурсный день расписан буквально по минутам. С самого утра на кухне кипит работа. За несколько часов участникам состязаний нужно приготовить три позиции. В качестве холодной закуски – рулет из птицы, на горячая рыба, на десерт – песочное печенье. Каждому участнику дан один обязательный ингредиент. Заявку на остальные конкурсант подал за неделю до состязаний. Поэтому что будет на тарелках в итоге, зависит только от фантазии участников. Одновременно на кухне находятся три конкурсанта и десять экспертов. Последние своим профессиональным взглядом оценивают ребят по различным критериям. Пять экспертов у нас на субъективных критериях оценки. Они оценивают внешний вид этого блюда, консистенцию этого блюда. Вообще смотрят, как им нравится и не нравится это блюдо. И далее объективных тоже пять человек у нас, которые замеряют температуру, вес и соответствие блюда меню. В аудитории стоит звенящая тишина. На лицах участников читается полная сосредоточенность. Первое блюдо – холодную закуску – нужно отдать уже к двенадцати. Эксперты строго отчитывают положенное время. Когда основной ингредиент и гарнир готовы, приходит время о сервировке блюда. Мало только приготовить, нужно ещё и красиво подать. После начинается самое интересное. Каждое блюдо подвергается оценке. Эксперты сначала взвешивают, затем измеряют температуру. А в соседней аудитории уже ждут трое оставшихся экспертов. Им повезло больше всех. Они будут дегустировать блюдо. Вы должны сейчас попробовать всё это вместе. То есть взять курицу, самогнуть её в соус, попробовать, как это будет соусом и с гарниром. Потом каждый ингредиент отдельно. То есть попробовали начиночку отдельно, попробовали мясо отдельно, попробовали гарнир отдельно. Там у нас, помните, да, есть? Отдельные вкусовые качества. И одну ведомость вы мне должны сегодня сдать. Стоит отметить, что все эксперты – профессионалы своего дела. Представители предприятий общественного питания. Жюри не знает, кто приготовил блюдо. Исключается полная предвзятость и заинтересованность. Свои оценки после дегустации эксперты фиксируют в специальных ведомостях. Всё в соответствии с международными стандартами. Дегустаторы оценивают каждое блюдо на стиле и креативность подачи, общую гармонию вкуса и аромата, вкус каждого компонента и блюда в отдельности. Первые кулинарные шедевры пришлись по вкусу. По словам экспертов, уровень ребят их порадовал. А блюда по подаче и вкусу не уступают блюдам ресторанного меню. Можно взять на вооружение. Ребята используют соус, приготовленный из северной ягоды, который, в принципе, используется очень часто к дичи и в северной кухне. Поэтому, да, конечно, всё может быть. Теперь ребятам остаётся только ждать. Результаты станут известны после того, как состязания в компетенции «Поварское дело» пройдут все 12 человек. Призёрами станут трое. И только один поедет на отборочный чемпионат в Республику Якутия. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал Север.